Друзья, всем привет! С вами канал StableDev. Сегодня поговорим про модель LTX2 в качестве аудиолипсинга модель. Давайте посмотрим пример, что эта модель может в качестве аудиолипсинга. Вот такое вот видео модель может создать по входному изображению и аудиофайлу, то есть это анимации входного изображения по аудио, которое вы загружаете. Это может быть текст, который вы надиктуете сами или там где-то возьмете, либо это может быть песня и персонаж у вас будет петь песню, как на этом ролике. В чем эта модель лучше, чем тот же самый Infinity Talk, который уже давно выходил? Эта модель более точно работает с липсингом, то есть точность намного выше здесь. Продолжительность видео может быть тоже достаточно большой, как и на Infinity Talk. Там до 30 секунд, может быть даже и больше, может быть. Но я заметил, если вы используете именно фотореалистичное изображение, то до 10 секунд получается качество все-таки немножко получше. А вот если вы используете анимационные какие-то изображения, там мультяшки или еще какие-то, то продолжительность видео может быть вообще достаточно большой и вообще незаметно каких-то особых искажений. То есть реально можно там на минуту сделать генерацию и получится все достаточно неплохо. Также преимуществом будет являться то, что генерация на RTX 2 намного быстрее, чем на Infinity Talk, при условии, что разрешение будет одинаковое. Ну и также то, что эта модель работает с анимацией, с персонажами. Если у вас не установлен Confy, то в описании под этим видео вы найдете ссылку на сборку, вы ее просто распаковываете, запускаете и у вас будет готова настроенная сборка. А теперь давайте переходить к схеме. На Boost вы найдете вот такую вот схему в формате PNG. Это просто картинка, будет ее перекидывать в рабочее пространство. У вас поразится вот такая схема. Возможно, какие-то узлы у вас будут красные. Нажимаем Manager, нажимаем Install Missing Custom Notes. Здесь устанавливаем все узлы, нажимаем вот этот квадратик, выбираем соответственно все узлы. Появляется черная кнопка Install, ее нажимаем. Потом у вас скачиваются все эти узлы и появится красная кнопка Restart. Нажимаем, все перезагружается и после этого уже у вас веб-интерфейс будет вот такого цвета. Красных узлов быть не должно. Схема, смотрите, абсолютно такая же, как и LTX2 обычный. Единственное, сюда на вход подается еще и аудио. Давайте посмотрим на то, что есть в этой схеме. Здесь есть некоторые группы. Первая группа – это загрузка моделей. Давайте я вам покажу, какие модели здесь используются. Открываем корневую папку Confy, переходим в папку Models. Открываем здесь Checkpoints и здесь я создал отдельную папку LTX Video для LTX моделей. Вам понадобится вот такая вот модель LTX FP8. Можно также использовать FP4, чтобы немножко уменьшить количество видеопамяти. А также это ускорит генерацию, но качество немножко снизится. Смотрите, я вам в предыдущем видео советовал именно Distil модель, но все-таки модель нужно скачивать именно обычную, то есть DFP8. Потому что лора, которая зашита в модель Distil, она все-таки как-то с меньшим качеством все это работает. Лучше скачайте все-таки полноценную модель и дальше мы будем использовать еще дополнительную лору дистиллированную, которая сделает нашу модель дистиллированную. Поэтому переходим в папку LOROS и здесь я опять же создал под папку LTX и сюда поместил вот эту вот лору Distil. Вот такая вот лора. Также нам понадобится еще одна лора. Лора Camera Control Static, чтобы сделать наше изображение более статичным. Мы можем эту лору отключать, чтобы там поворачивать как камеру видео, то есть это можно управлять уже подсказкой. Но если хотим именно статичную картинку, то используем вот эту лору и соответственно ее там в схеме не отключаем. Также нам еще понадобится клиповая модель. Заходим в папку Clip и вот сюда вот мы помещаем модель GEMA 3 12B IT FP8. Этой модели вполне будет достаточно для работы. Не обязательно скачивать FP16 такую большую модель. Ну и также нам еще понадобится модель Upscale Model. Заходим вот сюда вот и вот сюда помещаем модель LTXV Spatial Upscaler. Это достаточно старая модель, но она здесь прекрасно работает. Но это еще не все. Здесь еще используется модель для отделения вокала от аудио. Заходим в Diffusion Models, заходим в аудио. Можете дополнительную папку не создавать. Я просто для удобства это сделал. И вот сюда помещаем вот такую модель MLBand Reformer FP16 либо FP32. Я использую модель FP16. Смотрите, часть вот этих моделей, они загружаются здесь. Основная модель, клиповая модель и модель аудио загружается здесь. Для отделения аудио имеется в виду. Y здесь отдельно никак не загружается. Он находится внутри вот этой основной модели. Это у нас Checkpoint. Он состоит как раз таки из двух Y. Y для картинки и Y для аудио. И основной генеративной модели Diffusion Models. И также у нас есть еще некоторые модели, которые загружаются в этой схеме. Если вправо здесь немножко передвинемся, здесь у нас есть модель краски Lora. Вот такая вот Camera Control Static. Она используется только в Stage 1, то есть предварительной генерации на пониженном разрешении. Далее у нас идет Stage 2. Здесь у нас развернутое большое разрешение. И используются краски дистиллированная Lora только здесь. А там без дистиллированной Lora. И CFG там повышенный до трех. А здесь у нас CFG единица. Вот он. И используется вот такая вот Lora дистиллированная. Для апскейла, грубо говоря, уже. И вот такой вот апскейлер. Соответственно, здесь тоже используется. То есть вот эти вот модели вам нужно будет как раз таки загрузить. Далее, как с этой схемой работать, у нас есть вот такой вот блок загрузки аудио. Здесь мы нажимаем вот сюда вот. Выбираем какую-то аудио-дорожку, которую мы хотим использовать для генерации этого видео, для липсинга. И вот здесь у нас есть возможность подрезки начала и конца этого аудио. Мы можем аудио достаточно большое загрузить. Но мы можем сначала, например, подрезать 5 секунд там или 10 секунд. И установить продолжительность там в 10 секунд. Соответственно, у нас с 5 секунды по 15 секунду это аудио возьмется. Чтобы понимать, что у нас получится, мы можем нажать вот здесь и прослушать, что у нас получается. Соответственно, вот так вот можно создать какой-то клип по частям. То есть мы берем, например, с 0 секунды по 10, прослушаем, подходит, не подходит. Чтобы был какой-то законченный участок аудио. Если не подходит, соответственно, здесь меняет на 8 секунд, может на 12 секунд или побольше. И генерируем вот это вот видео. Потом мы здесь вставляем там уже 8 секунду. И с 8 секунды мы выбираем продолжительность еще 10 секунд. Либо там опять корректируем, прослушиваем и опять генерируем видео. Таким образом у нас получается достаточно большой клип. И он разнообразный будет с разными входными изображениями. А изображение загружается у нас вот здесь. А вот в этом вот синеньком узле мы можем загрузить любое изображение. Вот здесь мы выбираем разрешение. Пропорции у нас лучше работают именно немножко вытянутые. Либо горизонтальные тоже работают нормально. В данном случае вот такое-то разрешение. Оно подойдет большинству из вас. Но вы можете попробовать и HD разрешение. Например, 1024 на 720 тоже вполне неплохо работает. И вертикальные, и горизонтальные. Ну и также Full HD, конечно же, тоже работает. Но наверняка потянет оно не у всех. Либо это будет может быть очень долго, если у вас мало видеопамяти. Смотрите, видеопамять, конечно же, будет зависеть от того, какое вы разрешение выберете. Но вот такое-то разрешение оптимальное по количеству потребления видеопамяти. Смотрите, я сейчас запустил схему. У меня график потребления видеопамяти прямо вместе со стримом, да, получается. Я сейчас еще видео записываю. Ну, порядка 24 гигабайт он забирает от всего. Это не означает, что у вас эта работа не будет, если у вас там 16 гигабайт или, может быть, даже 12. Не знаю, как на 12, но на 16 гигабайтах у вас точно это должно работать. Просто часть этих моделей будет переноситься в оперативную память, либо уже потом в файл подкачки. Соответственно, файл подкачки обязательно выставляете большим, там около 40 гигабайт. Тут у меня, может быть, там даже 60 выставлен. Просто на всякий случай, если видеопамяти и оперативки не хватит, чтобы все просто не зависло и не слетело. Сразу же по времени генерации. Смотрите, в первом стейдже это первый сэмплер, 57, 58 секунд генерация заняла. И второй сэмплер, 25 еще секунд занимает генерация. То есть порядка где-то 1 минута, там 25 секунд занимает генерация вот такого 10 секундного видео. В разрешение 768 на 1152. И получилось у нас вот так вот. Давайте я наведу мышку сюда и сейчас заиграет звук. Вот такие вот видео у нас получают. Достаточно интересные, особенно анимационные персонажи. Получается вообще замечательно. И продолжительность можно реально ставить достаточно большую. Для фотореалистичных персонажей получается немножко похуже. Там лицо все-таки немножко съедается, такое немножко пластиковое становится. Особенно если вы делаете видео больше 10 секунд. Если до 10 секунд, то вполне получается тоже неплохо. Итак, давайте по схеме пойдем немножко дальше. Здесь у нас есть подсказка. Подсказку можете тоже модифицировать. Здесь у нас написано Woman. Видите, ну вот я сейчас генерировал вот такого персонажа. Это совсем не Woman. Это просто персонаж был. И все равно схема отработала неплохо. Я заметил то, что подсказка не так уж прям сильно влияет на генерацию. Поворот камеры может быть, да. А там открытие, закрытие глаз. Но вот кто именно здесь поет, там здесь особо как-то не имеет, по-моему, значения. Я соотбавлял даже LLM, там большие подсказки писал. Но какой-то разницы в качестве я особо не увидел. Поэтому LLM я все отсюда убрал. Оставил просто ручную подсказку. Но подсказку лучше писать на английском языке. На английском, мне кажется, лучший результат получается. На русском он что-то не всегда понимает правильно. Попробуйте именно на английский перевести. Возможно, качество будет все-таки получше. Frame rate здесь сдается вот здесь. И его менять не нужно. Если вы поменяете, там будет рассинхрон, просто дичайший. Поэтому оставляем frame rate просто нетронутым. Негативная подсказка здесь имеет значение. Если вы хотите тоже немножко пошаманить и улучшить немножко качество, то попробуйте подобрать какую-то другую негативную подсказку. Дело в том, что вот в Stage 1, в первом сэмплере, негативный промпт используется, потому что здесь у нас CFG равен 3. Здесь у нас как раз таки задается основная концепция генерации, основная анимация. А уже текстурирование как раз таки у нас происходит во втором вот этом вот сэмплере. Здесь мы используем дистиллированную лору, чтобы это немножко побыстрее было, потому что разрешение здесь в два раза больше уже. X2 получается. И мы используем опять же апскеллер для вот этого двукратного увеличения. То есть без дополнительных там каких-то узлов, просто X2 здесь у нас двукратный апскеллер. Я испробовал различные сэмплеры, но по-моему вот LRA здесь работает вполне неплохо. Это лучше что-то не нашел. Но если вы найдете что-то лучшее, то напишите. Под этим видео будет очень интересно попробовать. А вот эти вот настройки планировщика тоже я особенно с ними не экспериментировал, но возможно если вы повысите шаги генерации, то можно получить, наверное, качество все-таки получше. Ну и группа с латентным пространством. Здесь у нас идет двойное уменьшение разрешения, которое мы здесь задаем. Это конечное разрешение, которое мы получим после апскела. А вот первая генерация в первом сэмплере идет с двукратно пониженным разрешением 0.5. Здесь по сути дела вот в этой вот группе здесь все задается, но здесь ничего менять особо не нужно. То есть все оставляем здесь как есть. Здесь можно вообще ничего не трогать. Конечное видео мы видим вот в этой вот группе. Здесь у нас используется вот такой вот VIA, декодер, таллинговый, чтобы у вас не происходило сбивание видеопамяти. Здесь мы можем выбрать сохранение видео и сохранение мета данных, чтобы потом это видео можно закинуть было в Conf.UI и получить все настройки, в общем-то готовую схему. Ну и раз мы сегодня говорим про вот такие вот видео, где мы используем аудио, да, там может быть песни какие-то, то правильно было вам показать, как вообще такие песни можно записать. Я вам не буду детально что-то показывать, но есть вот такой вот ресурс Music Arena. Вы на него можете перейти, естественно, через QN, без него вы сюда не попадете, он просто вас не пустит. Далее вы здесь регистрируетесь через Google аккаунт, неважно какой он у вас, там США, не США, это вообще без разницы. Главное, чтобы у вас местоположение было правильное. Далее мы выбираем здесь Start Voiting и выбираем Start New, либо там просто нажимаем Start. Далее мы выбираем, какие мы будем использовать здесь нейронки для генерации аудио. Естественно, выбираем здесь Suno 4.5, это просто топ на сегодняшний день, самая мощная нейронка для генерации музыки и вокала. Далее выбираем Mureka, это тоже вторая по мощности, мне кажется, такая вот система. И нажимаем здесь, какой язык вы хотите использовать, я в данном случае использую русский, и нажимаем Start Voiting. У нас открывается такое вот окно, здесь мы пишем промпт, что у нас будет за музыка, там электронная, может быть, рок-музыка, еще какая-то. И здесь мы во втором вот окне пишем лирику, мы можем сгенерировать, просто вот здесь нажать, если вы выбрали там русский, то генерация будет на русском языке. Смотрите, какие здесь промпты использовать. У нас есть вот такой ресурс Suno AI. Здесь, естественно, вы можете тоже бесплатно попробовать, но тут, по-моему, 2-3 генерации немного. Если вы хотите полноценно пользоваться таким ресурсом, то придется его, конечно же, оплатить. И здесь у нас уже версия Suno будет версия 5, более мощная. Также здесь еще есть дополнительные какие-то ресурсы. Но отсюда мы можем взять промпт. Вы можете послушать здесь аудио, которое вам понравится, просто нажимаете по какому-то аудио, которое вам понравилось, и смотрите, что у нас здесь есть за промпт. Например, вот такой вот промпт мы уберем, просто отсюда копируем, потом обратно возвращаемся сюда, его вставляем. Можете что-то там дописать. Например, вуман вокал вот таким вот образом. И нажимаем Generate, дожидаемся генерации. Итак, обе дорожки у нас сгенерированы. У нас не подписано, где у нас Suno, где у нас Mureka. Ну, естественно, это Music Arena. Здесь мы должны выбрать и дать свой отзыв под этим вот дорожкам, то есть что нас больше устраивает. После этого будет формироваться там какой-то чарт из вот таких вот моделей. Мы можем сейчас запустить первую. Давайте запустим вторую. Ну, естественно, если вы текст напишите свой или какой-то хотя бы переработанный, осознанный, то это все будет намного интереснее. Выбираем здесь, например, то, что нам больше понравилось, нажимаем Next и идем далее, да? Если вы захотите это все и сохранить, на самом деле это несложно здесь все делается, и это, конечно же, показывать не буду, потому что такое видео пойдет просто от YouTube в топку. На этом, в общем-то, видео у нас к концу подходит. Что мы можем сказать? Когда я первое видео выкладывал в чате, на самом деле люди интересовались, это было интересно. И мне кажется, даже для меня, в принципе, такие вот озвучки, они прикольные. На самом деле можно создать какие-то клипы, там различные видео дополнительные сделать на One 2.2, там как это скомбинировать, может на чем-то другом сделать, и получаются, в принципе, интересные такие клипчики. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк, на YouTube можете поставить ракету. Приглашаю вас на свой бусте, заходите, посмотрите, что там есть, там очень много различных материалов есть, и также есть подробные инструкции. Если у вас есть проблемы с HagenFace, у вас не скачиваются модели, то я прикладываю к этим инструкциям ссылки на альтернативный ресурс. Также заходите в мой большой телеграм-канал, там я выкладываю интересные новости, ну, все, что мне, по крайней мере, приглянется. И заходите в большой телеграм-канал, там большой комьюнити для общения, можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok